итак друзья всем привет меня зовут анна герман я персональный стилист а вы на моем канале youtube и тема сегодня животрепещущая полнота и стиль я искренне считаю что сегодняшняя зацикленность на своем теле мешает нам жить творить и чувствовать себя полноценными людьми ведь на сегодняшний момент даже малейшая полнота там 46 российского размера и выше воспринимается другими людьми как признак не свершившихся надежд и лузерство и две есть две крайности одна это абсолютно отрицание полных людей и полного тела и вторая это сублимация и выражается это в виде какого-то протеста чаще всего это называют бодипозитивом и я бы не хотела освещать эти две темы потому что мой блог все таки о стиле единственное что я хочу сказать что восприятие полноты и отношения к этому делу даже если вы не полный человек заключается только внутри вас то есть вашей голове и начинать лечить эту проблему то есть если вы не принимаете свое тело и соответственно пострадаете от этого мучаетесь мучаетесь различными комплексами накладываете комплексы на других транслируя этот комплекс свой свозь через свои высказывания свое отношение к этому то нужно начинать конечно же тоже с головы и заниматься психоанализом обычно не в компетенции стилистов но мы сегодня будем говорить о том как самим подобраться и разобраться в таком понятии как полнота и стиль и как это все взаимодействует вместе и помогает друг другу выглядеть круто своей жизни я при росте метр семьдесят один весила и 52 килограмма и девяносто два и даже больше при будучи беременной но никогда в жизни эти две цифры и все что находилось между ними не мешали мне выглядеть круто крайней мере чувствует себя именно так и я не очень уверенный в себе человек я человек сомневающийся как любой художник поэтому дело не в том что моя самооценка впереди планеты всей и так далее дело в том что я для себя выработала некую ну даже не систему несколько таких вот заповедей которые соответственно я и нарушаю конечно же но сегодня я вам озвучу и возможно вы сможете переложить некоторые из этих заповедей на себя и соответственно улучшить качество своей жизни и своего стиля тоже пункт номер один работать над своим стилем друзья мои это безостановочный процесс невозможно достигнуть в этом какой-то крайней точке и успокоиться и не делать ничего больше работа над стилем она должна продолжаться всегда но сегодня это понятие имеет очень много разных ответвлений мы сегодня говорим об стиле как об актуальном образе знаете что я делаю когда прихожу в гардеробные к своему среднестатистическому клиенту я вытряхиваю все артефакты которые не соответствуют модным тенденциям и устарели морально как это говорится обычно на таком стилистическом сленге это вещи устаревшего дизайна с устаревшим оформлением декором в силуэтом исполнением в общем ну и плохо выглядящие вещи все это попадает в корзину артефактов фэшн артефактов тех вещей которые никогда никогда больше не войдут в моду а если войдут то под другим соусом который возможно не подходит конкретной героини потому что все это частные случаи обычно после такого разбора гардероба мы отправляемся на шопинг где где уже формируем образ соответствующие тенденциям и образу жизни моего клиента в интересных классных цветовых сочетаниях интересные фактуры и чаще всего я предлагаю новые фасоны которые раньше не были в гардеробе либо они были устаревшими в гардеробе у моего клиента как вы думаете что происходит а происходит то что клиент перестает обращать внимание на свои несовершенств фокус смещается на положительное отношение и восприятие образа идет через призму актуальности этого образа и людям вокруг которые окружают этого человека смотрят теперь не на его выступающий животик чаще всего это вообще не волнует людей какой у тебя там живот и если ты не обращаешь на него внимание своим разговором и своей одеждой таким образом фокус смещается люди смотрят на интересно одетую женщину стильно одетую с классным образом и наступает эра классного стиля в жизни происходит это еще по одной причине она очень проста стиль и ваш размер размер тела никак не зависят друг от друга и стильно одетого человека в размере плюс всегда воспринимают лучше чем безвкусно одетого человека в стандартного размера или даже может быть супер хорошей фигурой как правило к себе мы относимся с наибольшим импертензиями мы очень придирчивы к себе согласитесь у многих из нас искаженное восприятие своего собственного тела неоднократно встречала девушек которые реально похудев на несколько размеров не понимают что это произошло и продолжают думать о себе как о девушке полной им казалось что их тело все еще находится в размере до их похудения и относились они к себе также они видели в зеркале полную девушку и не позволяли себе не новых фасонов не новых тканей не вообще ничего то есть к каждой вещи была куча придирок и всегда была одна и та же фраза я в этом толстая противоположный случай это девушки которые продолжают думать что они все еще миниатюрные хотя их размер с течением некоторых обстоятельств жизненных изменился они продолжают себе покупать прежний размер не хотят мириться с тем что они теперь нового размера и их формы изменились конечно все это очень психологический момент я в самом начале сказала что все идет от головы и это головной вопрос будем его так называть если вы вдруг узнали себя в этих двух типажах то я рекомендую вам сделать одно упражнение прямо сейчас повторяйте то что буду делать я в результате этого упражнения вы узнаете правильно ли вы оцениваете свои формы с тем что есть на самом деле для выполнения этого эксперимента вам понадобится сантиметр или просто какая-нибудь веревочка чтобы сравнить замеры а также еще один человек который будет вам помогать вас измерять встаньте прямо и попробуйте показать вашему помощнику ширину вашей талии очень важно внимание не смотреть в зеркало перед этим и не подсматривать на себя саму в в этот момент то есть не смотреть на себя сверху вы должны визуализировать свой размер и показать вашему помощнику какой вы себе представляете ширины у вас стали таким образом как это сделала я ваш помощник должен замерить расстояние между ладонями теперь прижмите таким же образом ладони к талии и померите расстояние то есть истинное расстояние между ладонями еще раз теперь сравните эти два результата в какую сторону разница если больше истинного размера значит вы думаете о себе что вы толще чем есть на самом деле а если истинный размер меньше представленного вами то у вас опять же наблюдается нарушение восприятия своего размера тела если оба замера совпадает то вы адекватно оцениваете свою внешность теперь подумайте почему получился такой результат в связи с чем связано такое восприятие себя считаете ли вы себя полный наоборот или наоборот худее чем есть на самом деле или у вас может быть все прекрасно и вы оцениваете себя адекватно а в любом случае это должно натолкнуть вас на следующую работу над собой работа не только над своим телом виде упражнений физических и правильного питания но и работы со своей головой восприятия своего тела учитесь воспринимать свое тело таким какое оно есть это наверно самый главный посыл этого пункта помните тех женщин которые пытаются казаться худее чем есть они на самом деле это всегда вызывает некий диссонанс нашим восприятием этих людей или наоборот женщину которая думает о себе что она полная и наряжает себя в балахон и бесформенную одежду либо вообще забивает полностью на свой стиль и таким образом становится безликой и неинтересный но самое главное не становиться версии внешности которая сейчас популярна а научиться воспринимать свое тело и свою внешность кое-какое она есть пытаясь всеми правдами и неправдами приравнять себя к текущим канонам красоты мы себя обезличиваем и еще последнее в этом пункте это сравнение потому что да мы привыкли сравнивать товар в магазинах мы привыкли сравнивать предложения мы привыкли все на свете сравнивать но сравнивать себя с кем-то это самое последнее чем нужно заниматься и даже себя саму сравнивать той которого были 5-10 лет назад тоже не самое благодарное занять потому что жить сегодняшним днем намного эффективнее чем жить в прошлом и стараться вернуть и реанимировать то что уже прошло и уходить стороной ту действительность которая может быть прекрасна здесь и сейчас этот пункт вытекает из предыдущего наша с вами задача не закамуфлировать себя а подчеркнуть наше достоинство потому что недостатки я еще раз повторяю никто не обращает на ваши недостатки пока вы сами не обратили на них внимание вы наверняка часто слышали такую фразу что рассказ о том что у вас что-то где-то не так люди вам говорят да а я вот даже не замечала этого это говорит о том что действительно люди мало интересуются другими людьми все зациклены в основном на себе друзья мы поэтому и даже если они циклятся на ком-то рассматривают его вот как вы сейчас меня да и находите какие-то изъяны и что-то еще то прежде всего вы находите их стоя точке своего понятия красоте и естественно никому не интересно ваше понятие красоте кроме вас самих для того чтобы не камуфлироваться и не сублимировать на своих каких-то не самых лучших сторонах как вы сами называете необходимо наоборот обратить внимание свое в первую очередь свое и уже потом окружающих на то что у вас есть красивого а она у вас обязательно есть вспомните безотносительно вашей фигуры сейчас худая она или толстая вспомните что всегда вам нравилось в себе вам у вас я уверена что такие какие комплименты вспомните все комплименты на что обращали внимание люди когда смотрели на вас даже при избыточном весе каждого из нас есть козыри которые при полном весе становится даже еще более очевидными если у вас например была всегда осиная талия если вы набрали несколько килограммов ваша талия все равно по отношению к другим частям тела все равно останется самым худым местом на туловище если у вас были всегда красивые щиколотки и запястья то соответственно они тоже остались красивыми по отношению вашей фигурой на сегодняшний день сравнивать как это было позавчера или 10 лет назад это очень провальный путь вы всегда будете недовольны собой и все что я вам сегодня говорю не будет для вас работ и так выписываем на бумажку все что вам когда-либо в себе нравилось вплоть до голоса походки осанки поворота головы мушки какой-нибудь еще финтифлюшки которая есть у вас выписываем все это на бумажку и думаем как с помощью одежды можно это подчеркнуть и действуем не от ваших комплексов она оба наоборот от вашей гордости то чем вы всегда гордились или если вы никогда ничем не гордились то пришло время начать уже это делать и как любой заправский стилист я должна естественно в этом видео рассказать о стилистических приемах которые помогают размеру плюс девушкам полным всегда выглядеть хорошо и сейчас я назову четыре принципа подбора вещей для размера для полного размера на самом деле даже наверно для любого размера потому что они эти принципы работают абсолютно для всех а расскажите об этом своим друзьям обязательно запоминайте пишите что хотите делайте в общем эти четыре принципа всегда должны быть у вас в голове чтобы выглядеть круто убирая одежду с этими принципами в крое в силуэте и так далее одежда которую вы будете видеть в магазине будет попадать под такой некоторые некая сито вы прогоняете любую вещь которую видите сквозь эти четыре понятия и выбираете то что вам подходит в итоге естественно это не правило это всего лишь наблюдение которое я сделала за свою огромнейшую стилистическую практику в своей жизни это больше 15 лет практики на секундочку и так все очень просто полуприлегающий силуэт то есть вещь не облегающие и не слишком широкие хорошая посадка на плеча а вещи не спустим спущенным плечевым швом диагонали это может быть кро такой по диагонали это может быть рисунок по диагонали то может быть декор это может быть аксессуар расположены по диагонали везде где вы видите диагональ это прекрасная история для вашей фигуры. Практически для любого типа, не для всех, но это уже частный случай. Крой по косой. Он вытекает из диагонали. Собственно, крой по косой, любая вещь, которая будет скроена по косой, на корпулентной фигуре всегда выглядит круто. И последний пункт из этого списка не касается вашего стиля конкретно, касается вашего позиционирования. То, как вы о себе думаете и то, как вы о себе говорите. Итак, никогда не говорите про себя плохо и не говорите про себя, что вы толстая. Вообще слово толстая имеет сейчас негативное значение в разрезе нашего времени, в разрезе сегодняшней моды на худобу. И поэтому быть толстой значит что-то, что-то быть лузером, да, в конце концов. Так вот, даже если вы когда-нибудь похудеете или уже худеете и достигли каких-то желаемых размеров, или вас вообще в принципе не волнует этот вопрос, худобы и толщины вообще в принципе никогда не обращали на это внимание, но общество вам постоянно навязывает на то, что вы должны соответствовать каким-то канонам, вы всегда в лице окружающих, если вы озвучивали вот то, что я толстая, вы говорили или что-то такое, вы всегда останетесь для них толстушкой, пампушкой, милашкой, но толстой милашкой. И это клеймо, которое один раз вот так приклеивается и никогда никуда, очень сложно от него избавиться. Только если вы не делаете на этом карьеру, и как некоторые блогеры, и не сублимируете этот момент, не делаете на этом деньги в конце концов и так далее. Вообще я считаю, что обсуждать свою внешность можно только самым узким кругом людей, самых близких, самых, я не знаю, ну самых близких людей, друзей или родственников, с которыми у вас очень доверительные отношения. Почему? Потому что, друзья мои, мое тело, мое дело, все остальное никого не должно касаться. И есть очень много других прекрасных вещей в жизни, которые можно пообсуждать, которыми можно заняться, а разговаривать о худобе, толщине, обращать внимание на то, у кого какие формы тела, как они изменились во времени, и оценивать как лошадей друг друга, это, честно говоря, на мой взгляд, мувитон. Вы, конечно, можете со мной не согласиться. Уверена, таких найдется немало. А делать комплименты в виде, о, как ты похудела, ты так похорошела, тебе так стало хорошо, это вообще, я считаю, совершенно бестактный комплимент. Потому что, еще раз повторяю, почему кого-то должно интересовать ваше тело? В стиль, да, потому что это не безотносительно фигуры. Опять же, я обращаю внимание, эти вещи мы разделяем, и они могут существовать друг без друга в этой жизни. Вы можете быть стильный в любом весе, обсуждать тело человека, то есть то, из чего он состоит, это, друзья мои, просто, ну, некрасиво как-то. Вот и все. В общем, вывод один. Не зацикливайтесь на своем теле, работайте над ним, совершенствуйте его, но ваше тело – это ваше личное дело. И никто, никакой человек вам не должен говорить, как вам нужно выглядеть. И тем более не надо считать свое тело тяжелейшим шлагбаумом на пути к вашему стилю. Вот и все. А все остальные тонкости подбора одежды под ваши внешние данные, под ваш образ жизни и все остальные характеристики нужно обсуждать в личном общении со специалистом. Этим специалистом могу стать, кстати, я, потому что я действующий персональный стилист. И спасибо большое, что смотрели это видео. Надеюсь, оно для вас было полезным. Если это так, то ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Не нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих видео. И увидимся с вами через несколько дней здесь, на канале. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok